В Красноярске Они побоялись, что на оживленной дороге выводок может пострадать, поэтому решили сопроводить утку с утятами до Енисея. Позже к ним на помощь пришел полицейский, который предложил отловить утят и посадить в пакет. Так перемещаться оказалось гораздо проще. Утка следовала за ними, так как слышала писк утят из пакета. В итоге все добрались до Енисея целыми и невредимыми. Они, вот они утепляют, а мы вас спасли. Спасли, давай идти сюда. Зовите маму. Какая чудесная история. Очень круто, что у нас в городе есть такие добрые и чуткие люди. Мама утка неслабо, наверное, перенервничала. Я хочу читать все это каждый день, а не про вирус и прочие страшные новости. Люди молодцы. Утки это хорошо, но их что-то очень много стало. И что, что много. Людей тоже много. В наше время люди совсем забыли, что такое помощь. Всем плевать. Каждый сам за себя. Очень радуют такие поступки. Искренние. Мир не без добрых людей. Молодцы. Но плавают в Красноярске не только утки. Из-за ливня, который прошел в городе в начале недели, многим пришлось сменить вид транспорта. Машины, которые обычно по дорогам ездят, это мы знаем, на этот раз плыли как лодки. Вот такую картину наблюдали жители взлетки из своих окон. А где регулировщик? Плывут куда хотят. Людей, конечно, жалко. Машинке жалко. Но блин, почему я так ржу? Музыка огонь. Много утопленников появится на авторынке. Каждый год одно и то же. Поэтому некоторые красноярцы решили пересесть на надувные матрасы. Надеемся, только ради шутки. Кто бы мог подумать, что в мае случится дождь. Да, еще внезапнее будет, когда в январе выпадет снег. Весело. Освещение работает, вода бежит. Фонтан с подсветкой. Опять клоуны повылазили на лодках. Если гора не идет к Магомету, то Магомет сам пойдет к горе. А если автомобиль припаркован неправильно, то перепаркуем. Вручную. В Ленинградской области соседи сами оттащили черную приору, которая мешала проезду пожарных. Там загорелась квартира, пламя уже вырывалось в окно. Пожарные приехали, но прорваться никак, проезд загорожен. Но с помощью коллективной работы авто отодвинули на тротуар. И пожарная машина смогла проехать к месту возгорания. Это вопрос к людям, которые проектируют новые районы. Муравейники строят, а все остальное где? Парковочное место в новостройке стоит полквартиры, и то на всех не хватает. Потому что подземные паркинги должны быть бесплатными, а не как однушка по стоимости. Не оправдываю водителя, но проблемы все оттуда. А в культурной столице России в Санкт-Петербурге жители ведут тихую войну с коммунальщиками. А все из-за граффити с Бродским. 24 мая поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. В честь этого на один из домов Питера нанесли граффити с изображением поэта. И практически сразу его пришли замазывать белой краской. Но это не остановило защитников творчества. К стене стали приносить цветы, а поверх штукатурки писать свои стихи. Мэрия Санкт-Петербурга выдвинула условия. Граффити с Бродским возможно, если художник обратится в специальный комитет за разрешением на размещение. Но художники решили проблему по-своему. Ночью напротив сцены появился проектор. С него на поверхность транслировали то же самое изображение поэта. Кому мешают эти рисунки? Красиво же! Художники надоели замазывать стрит-арт коммунальщиков своей мазнёй. Нарисуйте Путина, поставьте ЖКХ в тупик. Скажут, что недостаточно красиво нарисовали и закрасят. Как и у кого могла рука подняться в нашей стране, только уничтожать и могут. Те, кто замазывал, вряд ли даже знают, кто это. Однажды Эрнест Хомингуэ поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Но, кажется, следующая новость его переиграла. В Ухане пёс три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы, но так и не дождался. Его 70-летний владелец умер от коронавируса спустя неделю после госпитализации. Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов, но он всегда возвращался и ждал. В конце концов, миссёстры обратились в ассоциацию по защите животных, её сотрудники и забрали пса. Собаки уже подыскивают новый дом. По словам местных, хабаровский хатика уже месяц ждёт своих хозяев. Жители давно заметили пёсика, которого выбросили из машины, и теперь он не сходит с этого места. Ну как так-то, а? Надеюсь, пёс поймёт, что его предали, не умрёт от тоски и найдёт новых хозяев. Хозяева, одумайтесь, это больше, чем просто друг. Он даже к другим не идёт. Некоторые люди не заслуживают собак. Я здесь для того, чтобы плакать. Арнольд Шварценеггер на той Арнольд, что завёл себе не пса, а осла. Ишак вместе с ним даже тренируется, как говорится, ишачим с Арни. На этом всё. Вы смотрели интернет-обзор. Больше новостей учите на сайте tvk6.ru. И помните, лучше дома с ТВК. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова